МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2014 год радикально изменил Украину. Военные действия на востоке государства показали невероятное мужество украинского народа. Каждый день в современную историю Украины красной нитью вписываются имена героев, которые стоят на страже мира и суверенитета своей страны. История возрождения, формирования, достижения вооруженных сил Украины и украинских силовых структур в специальном проекте Полигор. Оперативность, профессионализм, риск, выносливость. Они способны выполнить самое сложное задание. Освобождение заложников, задержание опасных преступников и выживание в самых экстремальных условиях. Особое подразделение полицейского спецназа, КОРД, как готовят универсальных солдат и кто может стать бойцом КОРДА, далее в программе. В Украине есть несколько подразделений спецназа, но КОРД собрал лучших из лучших. И чтобы тут нести службу, нужно пройти тщательнейший обор. Каждый, кто принял решение служить в особом полицейском спецназе, были готовы к любым испытаниям. Ведь потенциальный боец КОРДА – это необычный человек. Среди всего, это личность. Это человек, который сделал тот шаг для себя, проведал себя, прежде всего, на этом отборе. Не имеет значения, попал он в него, не попал, но он сделал тот шаг. Это психологический, стойкий, грамотный. Это самостоятельный человек, который принял для себя решение, что он готов учиться, тренироваться. И если дадут задание, ну, как бы это ни звучало, банально положить свою жизнь за свой стороны. Строгий отбор кандидатов – это не просто требование МВД. Новый спецназ украинской полиции должен заменить расформированные спецподразделения. Цель создания подразделения КОРД было в том, чтобы объединить, а не объединить, а сделать единое полицейское спецподразделение в Украине, которое будет создано по аналогу зарубежных подразделений. После нескольких рабочих встреч руководителя МВД, Национальной полиции Украины и представителей правоохранительных органов США был согласован совместный проект о создании и развитии подразделения полиции особого назначения. Его бойцы должны быть подготовлены в соответствии с международными стандартами. Первое, могу сказать, это уровень отбора. Такого уровня отбора, ну, я, я работал давно уже в подразделениях МВД, я не помню. Но чтобы подготовить спецназовца такого уровня, необходим соответствующий уровень инструкторов. Инструктора полиции особого назначения были отобраны из лучших бойцов, бывших подразделений специального назначения МВД. Они прошли многоступенчатый профессиональный отбор и в дальнейшем получили соответствующие сертификаты с предоставлением им права осуществлять профессиональный отбор кандидатов в подразделения полиции особого назначения КОРД. Общие критерии отбора, то есть мы начинали с физической подготовки, это была у нас сдача теста Купера, который сдают во всех спецподразделениях мира. Потом, после сдачи теста Купера, у нас была сдача огневой подготовки. И только после того, когда люди сдавали тест Купера огневую подготовку, мы допускали до прохождения пятидневного курса так называемого выживания. Все, кто успешно прошел тесты по огневой, физической и психологической подготовке, зачислялись в резерв кандидатов спецподразделения КОРД. Мы решили выбрать основные критерии, на которых потом операция, и подбирать единую команду с единым стержнем, с единым настроением. Для этого мы сделали изучение вместе с организацией коммерческой, которая нам помогала в подборе. Мы определили для себя такие критерии, как коммуникабельность, умение работать в команде. Это командная работа. Один в поле не воин, знает каждый. Также мы определили, что нам нужна стрессоустойчивость, определенный уровень агрессивности, понимание, что с бойцом сейчас происходит, чтобы он сам для себя чувствовал, какой он, что он в этот момент, и мог трезво оценить ситуацию, быть с холодной головой, с горячим сердцем для выполнения данной работы. Эти основные критерии легли в основу отбора. Далее претенденты проходят курс на выживание, который длится всего 5 дней. Но именно в эти дни определяется, кто пройдет дальше. Самый тяжелый тест был 5-дневка, как мне показалось. И здесь открывался такой компонент психологический, очень важный. Может быть, где-то не дотягивал стрельбе, где-то там, может быть, были какие-то конфликты. Но если есть сильная мотивация, если человек знает, что это его дело, он горит, защищать страну и бороться с преступностью таким образом в этой команде, то включалась сильная мотивация. И мы на это обращали внимание и поддерживали. Именно на этом этапе отсеялось очень много кандидатов, ведь задания были не из легких. На этом курсе очень большой процент людей отсеялся. Примерно где-то у нас процентов 40, наверное, отсеялось после 5-дневного курса выживания. Марш-бросок в полном снаряжении с боевым комплектом на 50 километров. Ночлег в лесу, полоса препятствий и много разных преград, которые должен преодолеть профессиональный спецназовец. Если есть поставленная задача, ее нужно выполнить. Поэтому здесь все зависит от самого бойца, от его физической и тактической подготовки, а еще от желания служить в этом подразделении. Учитывая уровень отбора, уже многие из бойцов на определенные критерии, то есть физическое, психологическое, моральное, либо боевое, уже на благоустройство. Идеальный боец подразделения «Корт» это человек, в первую очередь, который готов принимать решения в критических ситуациях. Человек, который думает головой, естественно, физически развитый, как физический, психологический, ну и хорошо владеет оружием. Особо важными для хорошего бойца являются его моральные и деловые качества. Умение и желание работать в команде, самостоятельно принимать решения в экстремальных ситуациях и коммуникации с коллегами. Самое сложное – это притереться от коллектива, чтобы коллектив тебя принял. Основной из моментов – это все-таки коллектив. И коллектив чувствует очень много, он очень диагностичен. Если человек нестойко горд, то его сразу, даже за пять дней, было видно таких вроде, и стреляют, и бегают, и с вышек прыгают, но коллектив чувствует, что не хочет с ним работать. Ну, тут никак ты не перешагнешь, не переубедишь, потому что там идет уже взаимодействие, взаимоотношения, эмоциональная нагрузка. Это очень важно. Те, кто прошел пятисуточный курс выживания, далее поступают на двухмесячное обучение. Что мы отбираем лучших из лучших, людей, которые служат в полиции, потому что очень много сильных бойцов и в других подразделениях. Но мы пытаемся создать такое же сильное подразделение и в национальной полиции, которое будет работать по единой тактике. Неважно, это будет Донецк, Закарпаттия, Николаев. Это будет одно единое подразделение, одна большая семья, которая понимает друг друга с полуслова. Итак, подготовка. Впервые в Украине была создана универсальная школа полицейского спецназа. Тут обучают бойцов единой тактике действий, единому стилю ведения огня, приемам рукопашного и ножевого боя, а также оказания неотложной медицинской помощи. Эта учебная программа не имеет аналогов в мире. Она адаптирована исключительно для Украины, учитывая действия на востоке страны и многие другие важные факторы. Мы берем лучшие из тактик мира, из техники, возможно, есть вопросы по оружию, и вмиграем в это подразделение. Мы не можем забрать все, потому что у каждой страны свои юридические законы. Граждане живут по своим законам, полиция живет по своим. Выбираем лучше и пытаемся создать то, чтобы когда-то, может быть, в другой стране, создали аналогов. Логическая подготовка для бойца так же важна, как и физическая. С этой целью разработан специальный цикл тренингов. Самое главное – это развитие стрессоустойчивости. Наши бойцы сталкиваются каждый день со стрессами, и нужно с ними бороться, с ними их нужно как бы преодолевать. Это у нас первый тренинг. Потом на коммуникацию. То есть все-таки мы как бы люди, нам нужно общаться с людьми, уметь, чтобы не было никаких… Ну, они умели конфликтные ситуации решать. Мы развиваем в них коммуникацию еще. Конфликты, развитие конфликтов и решение конфликтов. То есть если есть уже какие-то конфликтные ситуации с гражданами, даже в команде своей, то для того, чтобы они решались, их нужно уметь решать. Мы их обучаем этому. Ну, главное, на что у нас направлены тренинговые курсы, это на развитие команды. Потому что это такое подразделение, где мы должны быть одной семьей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Группа, переход! Но на этом окончательный отбор еще не закончился. Это не значит, что все, кто прошли, допустим, те отборы, да, предыдущие два, уже, допустим, себя уже видят, что они прошли. Отбор продолжается. Данный этап – это этап обучения. На этом этапе человек получает базу тех навыков, которые будут необходимы для выполнения задач. Огневая подготовка, взрывное дело, тактика действий по задержанию лиц, которые используют автомобиль, тактическая медицина и много других навыков, которыми должен владеть боец полицейского спецназа. И самое главное – все упражнения, которым обучают в учебном центре Корда, приближены к боевым условиям. Постоянно тренируемся, мы обязаны это делать постоянно. Программа подготовки совершенствуется. Постоянно, скажем, анализируются проведенные операции или учебные мероприятия, которые проводили и мы, которые проводят подразделения, скажем, по другой направленности или из других властей. Постоянное развитие и постоянное движение вперед – это залог того, что все будет как надо. Но основной акцент поставлен все же на том, чтобы бойцы работали как единый механизм. На первое место выходит число боевого братства, число взаимовыручки, взаимопонимания, взаимодействия. В действии не всегда будет возможность подать сигнал или отдать команду. Поэтому в составе группы сотрудники должны действовать и понимать друг друга буквально с полувзгляда, с жеста и действовать в соответствии с обстановкой, потому что обстановка меняется моментально. И действовать нам нужно в предельно сжатое время. Доверие друг к другу тут очень важно. Ведь такого рода подразделение выполняет особая задача. Дело в том, что индивидуально мы все сильные, мы все красивые. А когда ты работаешь в команде из 5, 7, 10, 20 человек, ты зависишь от них, от каждого из них. Ты один, ты один, ты делал и ушел. А когда от вас 20-30 человек в сводном отряде или просто в ударной группе, то каждый боец отвечает за себя, и за его командой. Любое его неправильное действие, ручется командой. Обязательно. Толь же командный боец. Так, основа. Как оказалось, предыдущие испытания были не самыми трудными, а двухмесячные курсы определяют все потенциальные возможности участников отборов полицейский и спецназ. Они тоже, это очень серьезный этап. И слабые, они не проходят. И те, что люди, бойцы, которые не вливаются в команду, они тоже не могут пройти, потому что трудно работать в команде, где тебя не воспринимают. То есть такие люди, они сразу же не проходят дальше. И остаются действительно лучшие из лучших, которые показывают хороший результат и достаточно высокий результат. Уникальная программа обучения не из легких, но боец Корда – это универсальный солдат. Универсальный боец – это, конечно, философия. Но то, что здесь все направлено на то, чтобы боец получил базу по всем направлениям – это да. Начиная с огневой и заканчивая физической, тот набор навыков, который ему поможет выполнять те специальные задачи, на которые рассчитано это подразделение. Задачи специфические, специальные, полицейские операции. Герои сегодняшней программы защищают украинское государство, его суверенитет и территориальную целостность. Украинская армия делает все, чтобы гражданским не пришлось брать в руки оружие и чтобы вся Украина не превратилась в сплошной полигон. Мирного неба вам! И до встречи в следующей программе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова